Говорит ли кто-то будет отрицать, что, во-первых, наше окружение говорит о нас всем, с кем мы общаемся, тем мы и являемся, да? Вот, допустим, последние два года у меня была новая компания, то есть я здесь осталась после локдауна, и так получилось, что у меня остались единицы друзей, там, допустим, Пчел, Володя Грачев, там, Барашкин, Псюха, Оля, Ростов мой, но появилось очень много новых людей. И я их не знала, и, наверное, со своей идеалистичностью происходящего, идеализацией всего происходящего, я думала, что они тоже такие же, как и мои таборные друзья, моя межгалактическая семья, что они так же тонко чувствуют этот мир, что они точно так же тонко понимают, что происходит, и настоящая дружба, что такое настоящая любовь. Я была уверена, что они это знают. Нет. Нет. Люди не то, что не знают, они даже не предполагают о существовании таких, вроде бы, общедоступных вещей. Принятие, человечность, творчество. Этот локдаун мне дал нескольких людей в моей жизни, с которыми действительно мне бы хотелось идти дальше по жизни. И дал огромное количество одиночества. Просто тотально. Потому что изначально мы тусили, собственно, с Дашкой. Мы снимали с ней фильм. Фильм о любви, прикиньте. О том, как мы с ней дружили. Я считаю, что дружба – это та же самая любовь. Это даже мощнее, чем любовь. Потому что любовь, она может закончиться, а дружба может не закончиться никогда. Прикиньте. Фильм о любви? Он будет. Пришли ли ко мне в жизнь новые люди, которые… Да. Несколько человек я приобрела в своем общении. Я подружилась с Димой Блиновым. Дима Блинов – потрясающий совершенно костоправ. Ему около 50, он из Питера. Очень светлый и добрый человек, который никогда не отчаивается. Всегда поможет, даже при каких-то самых страшных ситуациях он поддержит. Альтруист. Помогает людям. Любит людей. Понимаете? Это такая ценность. Познакомилась с Серегой, с Вечкой, с Олечкой, с их сыном. Когда я начинаю с вами разговаривать, у меня начинает разговаривать мой кот. Ну что, он думает, что это я к нему обращаюсь, рассказываю какие-то истории. Прикиньте. Слушайте, он иногда даже мне лениво отвечает. Ну, короче, я не про это. Сегодня я разбираю на компьютере свои SD-карты, которые были отсняты в прошлом и позапрошлом годах. Так получилось, что я помогала одному не очень известному блогеру в съемках в его, да, то есть я была неким его оператором, обращала внимание на какие-то важные вещи, про которые стоит рассказать. Таким образом человек вырос до, там, 10 тысяч подписчиков, я осталась на 300 людях. Никогда, запомните, никогда я не гналась за количеством подписчиков. Для меня всегда важно качество. И вот сегодня я перебираю свое видео, которое у меня на компьютере находится, в размере 3 терабайт. Люди, которые знают, что такое компьютер, поймут меня. Я разбираю и понимаю, что в этот локдаун я для себя приобрела одного очень хорошего друга. Точнее, даже двух друзей. Представляете себе, я счастливчик. У меня была Дашка. Так уж получилось, что я был их по году рождения, прикиньте. И мои друзья все овны, я не знаю, как так получается, но они все родились в апреле. И очень много людей родилось именно 8 апреля. Не первого, как вы могли представить себе, а восьмого. И вот у меня есть мой друг Сеня, который родился 8 апреля. Мой друг Дима. Моя подруга Ксюха. Моя подруга Ира. И все они родились 8 апреля. Большинство выглядит, как всегда, на 18. Дашка родилась в 12-м. Она тоже овен. Но поговорим про дружбу. Что такое дружба и любовь вообще? Где здесь разница между дружбой и любовью? Вот у вас она конкретная, эта разница или нет? У меня нет. У меня есть некоторое количество людей, которых я очень сильно люблю. Как души. Мне для этого не обязательно, извините, пожалуйста, их трахать или каким-то образом вступать в физический контакт с этими людьми. Но я их люблю. Мне вряд ли что-то помешает их любить, понимаете? И сегодня я хочу поговорить о таком виде дружбы, о таком виде любви, как дружба. Вот у нас с Дашкой, моей операторской, которая не встала 18 января этого года, у нас была любовь. Я считаю, что это была настоящая дружеская любовь, которая не подразумевала под собой физический контакт, но какое-то некое полное душевное слияние, знаете? Когда человек тебя полностью понимает и без желания изменить. Без желания изменить и без желания поправить человека так, чтобы он себе подходил. Сейчас, ну, практически вот прошел, как Дашки нету. Я разбираю видео, смотрите. Сижу и разбираю видосы, которые были сняты мной с Дашкой и мной одной за весь 21 год. Там столько моих людей, которые меня окружают. И сейчас, через прошествие времени, я вам могу точно сказать, что вот эти люди, они друзья. А вот эти люди говно лопать. И вот за весь локдаун у меня было несколько, наверное, несколько состояний, ощущений, наверное, я даже так сказала, когда мир закончился. Когда... Вилла... Один, слава. И кто был рядом со мной? Рядом со мной была Дашка. Когда виллы были у нее, я была рядом с ней. Если у нее вдруг наступали виллы, она приезжала ко мне в гости. Сколько раз она меня ловила на дороге, в соплях, в слюнях вообще, в лютых. И что мы делали? Мы проводили вместе время. Поддерживали друг друга. Тот недомужчина, который находился со мной эти 8 месяцев, она его постоянно пыталась оправдывать, делала его не виноватым ни в чем. Но на самом деле, ребят, вот этот мужчина, который рядом со мной тусовался, он даже вот маленького ноготочка отрезанного Дашкиного не стоит. Она его везде оправдывала. Как-то раз я от него ехала и сильно очень промокла. Он меня не спросил, как я доехала. Я еду на скутере, да, то есть дождь фигарит. И я очень сильно замерзла, промокла и заболела. Ему, в принципе, было похуй, но не Даша. Но не Даша. Даша поехала, купила у меня дождевик и привезла дождевик. До сих пор со словами, значит так, это дождевик, который тебе не подарил твой пи, чтобы ты больше не мокла и не мерзла. Подарила дождевик. Ей было не все равно, что я испытываю. Грубо говоря, ей было не похуй на мое состояние. Я не знаю, может, это отличает овнов, но это суперчеловечные люди. Есть еще один у меня такой друг. Сеня. Сеня парень. Сеня тоже овен. Он родился тоже 8 апреля. И он потрясающий человек. Ну, прям реально. Очень классный. Я сейчас пересматриваю видео, и он тоже был моим оператором, так же, как и Дашка. И у нас с Дашкой был такой момент, что мы ценили прямо это время. Ну, то есть, была какая-то такая неподдельная ценность у происходящего, что мы можем это все записывать, и мы можем это все говорить, не стесняясь друг друга совершенно. Сеня. Сеня мужчина. Вообще тут без вопросов. Как про мужчину, мне про него рассказывало, наверное, 80% о ромболе женщин. Потому что он слишком любвеобильный в этом плане. Извините, но это так. А как друг он потрясающий. С ним мало кто дружит, потому что в него очень легко влюбиться. Но друг он потрясающий. Он делает... Он как-то раз, когда меня очень сильно обидел мой мужчина, он мне с утра прям наговорил пакостных очень слов. Меня это так расстроило, потому что я эмпат, я все-таки постоянно как бы вовне нахожусь. И мне действительно не все равно, когда руку там... Когда человеку отрывают там руку или когда обижают ребенка, я не могу стоять и смотреть на это. И вот как-то раз я ему позвонила, он был в горах. Я ему там сопли, слюни на кулак наматываю, говорю, блядь, Сеня, он гандон, короче, он меня обидел, я уеду в Россию. И тогда он мне сказал очень важную фразу, которая изменила всю мою жизнь. Он говорит, Татана, оставайся здесь, свети здесь, пожалуйста. Ты нужна здесь. И подарил мне байк. Он мне говорит, ну куда ты теперь поедешь, у тебя теперь есть байк. Он говорит, напиши на нем свое любимое имя кубинского освободителя Тони Монтана. Пусть он у тебя есть. Блин, ребят. То есть человек, друг, который супер внимателен к моим каким-то проживаниям, к моим внутренним процессам, которые... Людям, по сути, все равно, что у тебя на душе. Но я счастливчик. Так получилось, что у меня есть друг, Сеня, которому не все равно, что со мной происходило. И это очень ценно. У меня была подруга Даша. Это была любовь. Все злые языки могут сейчас заткнуться туда, откуда они только что высунули свое жало с ядком. Мы с ней не спали. Ни в коем случае. Это была платоническая любовь. Мы были влюблены в эту жизнь. И мы разделяли эти моменты друг с другом, понимаете? Это было важно. И вот сейчас, когда я смотрю видео, я понимаю, что там где-то всегда красной нитью прослеживается либо Сеня, либо Даша. И это очень большой урок, что... Ничего даже самого важного у тебя не получится с собой забрать. Что меня здесь останавливало? Дашка. Сеня. Иногда вот этот повод для того, чтобы быть рядом, он не нужен. Я ее очень любил. Вот прям по-человечески, по-женски, по-человечески. Этот человек был для меня ценностью. Сейчас ее нет рядом, и ценность не ушла, что самое интересное. Сеня тоже сейчас рядом нет. Слава Богу, он не умер. Он просто уехал и решил остаться подальше от меня. Жизнь, она очень короткая. Она крайне коротка, но я очень радуюсь, что у меня остались эти воспоминания на компьютере про нашу дружбу, про Дашу, про Сеню, про друзей, про маму. Про всех. Между дружбой и любовью я могу поставить знак равно. Потому что не подружившись с человеком, я не смогу его полюбить. Куда мне торопиться? Зачем мне бежать в какие-то отношения, прыгать в них с малознакомыми мне людьми? Это не для меня. Окружение обуславливает нас. Так что думайте, кого вы обуславливаете, во-первых. Кто ваше окружение, с кем вы дружите и кого вы любите. Есть ли смысл во всем происходящем? А Сеня, как мужчина в моей жизни, друг, он делает для меня какие-то вещи, от которых я улыбалась. Он окружал меня заботой и подарил байк. Когда надо было, он говорил какие-то важные мужские соображения по поводу происходящего. Это же так важно, да? Хотя мы все можем обманываться, да? Я тоже могу обманываться в своей любви или в дружбе. Но что от этого изменится? Если вдруг я буду думать о том, что наша дружба с Дашей была не настолько чиста и откровенна, то кому от этого хуже? Только лишь мне. Вот Дашка, когда пришла ко мне в жизни, я думаю, что ж такое-то, постоянно какие-то взаимодействия. Я даже уже уснуть одна не могу, блин. Она мне постоянно пишет, мы что-то разговариваем, тут мы что-то сидим, тут мы уже ночуем вместе, рядом, в разных комнатах. Я такая, да в смысле? У меня осталось крайне мало места для моей личной жизни. Ну вот и теперь Дашки нету, и иногда я думаю, да и хуй с ним, с этим личным местом. У них с Гондоном Марой типа поменьше бы пообщалась лучше на 15 минут, но зато бы с Дашкой эти 15 минут просто бы посидели и помолчали рядом. Это намного важнее. Но нет. Мы частенько выбираем суету и людей, которые недостойны нашего общения. Находите? Мне тут одна умудренная опытом женщина говорит, да что ты паришься? Взяла и поехала в горы. Каждый раз, когда я пыталась смотаться, мне Даша говорила, куда ты бежишь? А Сеня говорил, ты нужна здесь, свети здесь. Кто покидает базу, тот пидор. Стоять, не бежать. У меня была такая кричалка, когда я ездила за Спартак. Стоять, не бежать. Кто оставляет базу, тот предатель. Здесь база моих друзей, здесь моя база. Я не знаю, чем закончится вся эта ситуация в мире. Я русская. Мало того, я вам скажу, я еврейка. И по маме мой род уходит в глубокие еврейские корни адвокатов. Представьте себе адвокатов из Минска, из Москвы. А из Москвы актрис, акробаток, балерин и супертворческих женщин. До революции мы были той самой интеллигентской прослойкой, которая вела хорошо. До революции. До начала прошлого века. Помните, что произошло в начале прошлого века? В один день всю власть отдали народу. А народ, как бы, он не знает, что с ней делать, с этой властью. И вот люди вышли из-под гнета царя и вот этой правящей прослойки. И ушли в свою свободную, свободную, относительную жизнь. Ну и что мы сейчас имеем? Каждый второй болтик системы. У нас с Дашей были всегда похожие взгляды на жизнь. Мы тоже считали, что ковидом все не закончится. Мы с ней каждый день смеялись над ковидом. Мы с ней каждый день. Представляете себе, вот мы даже воду пили друг друга из бутылки, чуть ли не облизывая горлышко. Не боясь совершенно, ни ковида нет, ни его последствий. В течение двух лет. А потом так получилось, что ей перед смертью по ошибке поставили, сделали тест. Он оказался положительным. А после смерти сделали тест. Он оказался отрицательным. На что человек способен за деньги? Я точно знаю, что я никогда не предам другу за деньги. Я не продам свою любовь за деньги. Лучше пусть пристрелят. Я совершенно не понимаю, какие могут быть горизонты планирования сейчас с этой общепланетарной ситуацией. Мы ничего не можем планировать. И, по сути, люди находятся в бедности. Причем, бедности совсем не денежные, а бедности ума. Потому что... За что... То есть... Что мы готовы отдать за деньги? Готовы ли мы что-то сделать за деньги? То, что мы не делали до этого. У меня один мужчина был там по весне. И... Не сказать, что я с ним встречалась. Просто я с ним провела очень хорошо время. Пару дней. И... Он частенько мне говорил, что я обижена на... Мужиков. Конечно, я буду обижена на мужиков. Потому что вы свой хер как гуманитарную помощь спускаете. Такие типа... Эй, хватайся за последний конец. Как прям, блядь, последняя рука помощи... Как будто прям фонд помощи Сороса вспомнила о художниках Гуа и скинул спасательный хер. Но... Мне эту субсидию, пожалуйста, больше не выписывайте. Потому что... По сути... Вот, мальчики, может быть, я вам открою тайну. Но вот в постель найти себе мужчину, это очень легко. Это просто можно выйти на улицу и просто познакомиться. Каждый второй мужчина готов переспать без обязательств. С девочками, конечно, потруднее, да? А мужчина готов. Ну так вот. Не вопрос. Мы все где-то преувеличиваем. Мы все где-то преувеличиваем свою значимость. Даже если сел телефон, и ты не можешь разговаривать сейчас. Дашка всегда могла приехать ко мне, а я к ней. И вот 18 января у меня пропала такая возможность. Я оказалась в доме... Я не буду рассказывать всех подробностей, которые у меня были в момент смерти Даши. Вы о них узнаете тогда, когда я выпущу фильм о ней. О нашей с ней дружбе и, на самом деле, о настоящей любви, которую мы с ней исследовали в течение нашего общения. Если кто-то не знает, то в индуизме люди кремируются просто на дровах и на открытом огне. И сначала укладывается один слой бревен. Бревен на них укладывается тело. Сверху укладывается еще один слой бревен. Это все находится в железной такой сетке. Даже не сетка, а чугунная. Чугунная, кованая такая подставка под костер, которая хорошо продувается воздухом, и за счет этого огонь горит. Я кремировала Дашу, собрала ее прах. И когда я ехала домой, мне написал наш псевдо... У нас есть один фельдшер с еврейской фамилией. Вот он мне написал о том, что ему нужны деньги за палочки, которые он израсходовал во время кремации Даши 3 часа тому назад. И чтобы я сучила, сука, быстрее ножками. И привезла ему папки его. Один человек, с которым я сейчас не общаюсь. А второй человек, который... Я даже не буду называть род этого человека. Забирались вещи Дашкины из хаты. Этот человек сидел и постоянно обращал на себя внимание. Знаете, бывают люди, которые... Вот они постучали по вам, такие, типа, «Эй, мне нужно твое внимание». То есть привлечь меня. Когда я попросила, чтобы она меня оставила в покое, и вообще оставила меня в этой квартире как бы одну, мне надо было собрать какие-то маломальские вещи и покинуть эту квартиру навсегда. Она меня стала провоцировать и бить по спине. Зная, что я КМС по боксу, она решила меня попровоцировать. А потом поняла, что это пиздец. Это общество, оно не может меня... Оно не может меня отражать, это общество. Я никогда не была такой, как вы, ребята. У меня была такая лютая тоска по любимым людям, по правильным, нормальным людям, у которых есть принципы, у которых есть любовь друг к другу, настоящая дружба. Что самое интересное, этот человек, у которого поднялась рука, ударить меня по спине на третий день после смерти моей лучшей, любимой Дашки, такие люди меня окружали. Я вас просто предупреждаю, ребята, что в следующий раз, когда вам придет идея в голову прийти ко мне, Кате, к Атане, и вы захотите рассказать какую-то гадость про какого-то человека или, может быть, узнать какую-нибудь гадость про какого-нибудь человека. Имейте в виду, ребята, раньше меня можно было обмануть один раз. Один. Теперь меня нельзя обмануть ни разу. Я просто закрываю набор участников в друзья Катаны. Поняли? Я просто закрываю этот набор участников в друзья. А вот кого я знаю, я с ними знакома уже не по одному году. И мне этого достаточно. Не надо ко мне лезть в друзья. Не надо пытаться меня заставить с вами дружить и вам давать свою энергию и свое время, бесценное время. Ребята, это надо в первую очередь вам, не мне. Я свою семью уже давным-давно нашла. Я умею чувствовать людей. К счастью или к несчастью, я вижу людей насквозь. Я вижу их составляющую души, некую внутреннюю субстанцию, которая нас транслирует в этот микрокосмос. В этом большом театре мы все на одной стене стоим. Кто-то стоит в авангарде, а кто-то играет тучку, кислую тучку за кулисами. А кто-то играет немых, а кто-то играет тупых, а кто-то ебунов, а кто-то светлых людей. Спасибо тем, кто выбрал для себя такие пакостные и говеные роли, которые они... Вы знаете, я вам скажу так. Если бы не было этого локдауна, я бы не поняла драгоценность этих людей. Я знаю, что можно было по-другому. Я знаю, что можно было этот локдаун просто кайфовать и общаться с теми, с кем захочешь. Но почему-то Бог дал мне именно эту компанию, которую я... Я ее не изменила. Люди остались такими же, как и были. Но я при этом поняла ценность своих друзей, своей семьи, тех, кто меня понимает. И ценность себя. Уникальность и ценность себя. И то, что на самом деле то, что мы отличаемся от других, это говорит лишь о том, что у меня, допустим, как у светлого человека, не будет так, как у всех остальных. Вот увидишь, в твоей жизни будет вот так. Нет, ребята, это у вас так в жизни будет. Но у меня будет иначе. Я пока не знаю, что для меня приготовил Бог, но только намного... Я точно знаю, что намного это лучше, нежели чем то, что я могу себе только представить и пожелать. Если у меня есть такие друзья, как моя межбалактическая семья, мне Бог подарил Дашку на некоторое время, на очень непродолжительное время, но мы успели все. К сожалению, нам за очень маленький период. Хули той жизнью. Люби. И не сомневайся. Спасибо. Видео.